Купили трубочки для коктейля бумажные, 10 штук, белые. Бумажные, прикиньте, бумажные, не пластиковые. Бережем природу, не пластиковые трубочки, бумажные. Трубочки это ребенку, Володя, потому как Демир, он очень любит пить все из трубочек. Еще упал мой телефон. Демир очень любит пить все из трубочек, и Володька ему взял трубочки. Буду сейчас сделать прическу, крутить волосики на плойку. Потом я уже приготовила очень вкусный плов, еще котлетки приготовила. Так что ждем Володю к ужину. Мы Леха поругались с Демиром Владимировичем? Да, Демир Владимирович? Поругались, говорю. Разногласия у нас. Вот. Очень чувствую я себя после этого. Я всегда, когда мне нужно в чем-то вот воспитывать его, что-то запрещать. Я всегда начинаю чувствовать себя страшно плохой матерью. Вот. Не знаю, не могу я как-то... А, не могу я вот как-то дистанцироваться от этого момента и, ну, не считать себя из-за этого плохой. Я начинаю ощущать себя плохой. Вот когда мне нужно что-то запрещать ребенку, когда он очень сильно балуется, входит в какой-то враж, в азарт, а мне нужно это прекратить, вот. Я начинаю чувствовать себя плохой. Я начинаю пинить себя за это и так далее. Я не знаю пока, что с этим поделать. Возможно, это нормально, возможно, это ненормально. Но пока что вот как оно есть, так оно и есть. Сейчас. Кому? Мне? Да. Так. Звонил Володя, поговорили с Демиром. Вот. Он тут билетку поломал немножко. Но она уже была слегка поломана. Вот. Я думаю, что это не смертельно. Вот. Володя, естественно, на какую ерунду не слишься. Это всего лишь билетка. Вот. В общем-то, о чем я? Я всегда ощущаю себя виновата. Вот мне вот, даже вот когда я говорю кому-то, нет. Вот. Даже если убрать момент по поводу воспитания, если я говорю кому-то, нет, я чувствую себя страшно, ну, плохой. Не знаю. Вот. Вот. Даже вот мы с Вовой разговаривали много раз. Он говорит, если ты не можешь что-то сделать, говорит, я попрошу кого-то другого. Или я сам сделаю. Скажи, ты, говорит, не надо. На себя кучу всего взваливать, а потом же чувствовать вот это вот напряжение, да, что на себя столько всего взвалили. Потом же будет только хуже. Лучше скажи, что ты не можешь. Ну, нет же, мне проще взвалить на себя дофига всего, да. И вот этот вот, как это сказать, ощущать вот это напряжение, что я скоро взорвусь, потому что я взяла на себя очень много. И при всем при этом, когда я отказываю, я тоже ощущаю себя страшно виновата. Вот так же и в материнстве, вот так же и в замужестве, во всем. Если, то есть мне приходится, вот допустим, да, в любом случае что-то ты запрещаешь ребенку, что-то ты в чем-то с ним не согласен. И вот в этих, во всех моментах воспитательных я начинаю ощущать себя ужасно, ужасно плохой, если мне приходится их применять. Вот. Да, Даня. У нас тут секретные разговоры, товарищи, не для вас. Левненько мы с вами не кушали вместе, покушаю я с вами котлетку. Больше пока ничего не хочу. Котлетка будет с вот таким кетчупом, кетчуп чили, краснодарочка, по-моему. Кетчуп омерзительный, он очень жидкий. В нем такое ощущение, что вот я почитала, по составу он сделан, оказывается, из томатной пасты. Ну, томатная паста разбодержана водой, причем сильным, жидковатый он. И туда добавили еще приправу, которая мне не понравилась. Вот. То есть, если до этого мы брали в бутылке кетчуп, и мне прям очень понравился, вот прям очень он мне понравился, этот кетчуп. То сейчас нет. То вот этот кетчуп мне не понравился. Ерунда. Как-то так. Взяли трубочки, как я уже рассказывала, деревянные, из дерева. Вот. Для ребенка. Он очень любит пить все из этих вот самых трубочек. Так что взял Володя его порадовать наконец-то, нашел, где продаются здесь трубочки. Для нас, знаете, ну как бы вот раньше, когда мы жили там в Донецке осиноватая, я всегда знала, что ага, форма для выпечки можно купить здесь. Телефон лучше купить здесь. Вот это можно купить здесь. Вот это там. Допустим, там обувь в таком-то магазине, там, и так далее, и тому подобное, да. То сейчас, допустим, там трубочки у нас там продаются, там, до войны, да, в Украине, там, в метро можно было купить трубочки. И как бы мне никогда не приходило в голову, блин. Что? Когда-то? Я приеду, я не буду знать, ну, типа, где и что находятся. В общем, я никогда не думала, что я окажусь в такой ситуации, когда я тупо не буду знать, где и что продается. Если раньше, я такая, еду с работы, да, я знаю. Ага. В континенте на первом этаже продаются пончики, как ребенок любит. В Донецке. В Янусе ясеноватое продаются эти же пончики тоже. Что в Большом Джоне продаются большущие такие пончики. Не запакованные, а свежеприготовленные. И я никогда не думала, что я буду в ситуации, когда в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. В этом магазине нет пончиков. Куда они есть, только в одном единственном огроменном торговом центре. Больше пока нигде не нашли. Что мне очень удивило, это находки. Не знаю, говорила, нет. В торговых центрах. Там, где магазины, вот эти бутики маленькие. И вы уже на видео смотрели. Вот у нас ты заходишь и делаешь покупки внутри магазина. Снаружи магазина не стоят никакие манекены, никакие прилавки со шмотками. А у них здесь именно так и есть. Я не знаю, во всех торговых центрах так. Это потом как? Как на рынке? Собирать это все? Заносить в магазин? Очень странно. Я такого нигде не видела. И для меня это капец как странно. Вот серьезно. Взяла плов, есть его не хочу. Лучше бы я макароны себе свалила. Вот вчера с огромным удовольствием. Поела пасту. А плов не хочу. Ну ладно. Ты чувствуешь, когда ты взрослая? Если ты не приготовишь себя поесть, тебе никто не приготовит. Особенность, если нет. Ничего, перекусить. Баба Лёна наготовила себе чебуреков. Говорят, так и так. Что-то они не сочные у тебя. Вот. С них типа сок не течет. Она говорит, что это не сочное, а мокрое. Типа, она такие не любит. Мне пишут, нет, это сочное. Когда с них сок течет. Она говорит, нет, не сочное, а типа именно мокрое. Да, я люблю, когда сок прям течет с них. Когда он жирный, чебурек сочный. Здоровенный. Чтоб с него и штекло. Как вкусно. Открывай, что изменило. Мячик, вы только пропали. Верно. Закрывай глаза. Открывай. Садёк пропал. Куда вернулся мячик? Похоже, ты хорошо запоминаешь все, что видишь. Предлагаю устроить викторину и проверить, как быстро кушать вспоминает разные вещи. Начинаем. Какого цвета любимое платье вашей бабушке? Ой. Я первый в том, что платье сиреневое. Очень круто. А сколько ступенец ведет ваш подвал? Все новости про коронавирус я смотрю сейчас. Как бы это ни прозвучало, но когда на Донбассе была война, очень многим было насрать. А сейчас у всех стран коронавирус. А сейчас все бедненькие, все несчастные. Вот. Массово умирают, сидят дома. Страдают. Да как же это так? Комендантский час. Или заставляют дома сидеть, или еще что-то. Вы у себя дома сидите? Продукты из супермаркета тащите. А мы в свое время без супермаркетов сидели. Без газа, без воды, без света. И готовили на костре, и прибегали обратно в подвал. А не к себе домой. И в подвале сидели неделю. Знаете, сидеть неделю в подвале, или сидеть неделю дома, это большая разница. И когда тебе пишут, ой, в стране карантин объявили, тебе там что родных не жалко, бла-бла-бла. Пошли вы нахуй. Мы уже столько всего пережили. Вот. Если я куда-то иду, или что-то делаю, значит я знаю, что я делаю. Особенно раздражает, когда тебе пишут такие люди, которые вообще не имеют отношения ни к твоему городу, не знают, как ситуация, не знают, что происходит у тебя в городе. Ну вот. И мы уже нажились в подвале в свое время. В бомбоубежище, да? Вот. Ну вот у бедных несчастных неделю им посидеть, сказали, дома. Это будет лучший день в нашей жизни. Надо успеть вообще аттракционы. Вот, можно заразиться, да? Маску одевай, перчатки одевай и мандуй в магазин. Заразиться можно. А у нас можно было под бомбежки попасть, без ног, без рук остаться. Тоже знаете ли? Такой себе риск. Об этом же никто не думает. А зачем? А зачем об этом думать? К чему? Вот и все. Вот так вот, друзья мои, товарищи. Никому оно не надо, ничего. Я веду к тому, что да, можно заразить, можно выйти на улицу, заразиться, еще что-то. Ну, у нас так же не работали ни предприятия, ни заводы, денег не платили, все было закрыто. Только можно было не заразиться коронавирусом, когда ты выходишь на улицу, а можно было попасть под бомбежки, остаться без ног, без рук и так далее, и тому подобное. Да, как минимум увидеть картины такие, когда люди остаются в бесконечности, все вокруг крови, идут обстрелы, вот, быть контуженным, жить потом в бесконечности и так далее. Ну, знаете, это такое себе удовольствие. Я работала в травматологии, помимо того, что я пережила на Донбассе, я видела этих людей, которые остаются в бесконечности, военных, я каждый день видела таких людей, гражданских, которые просто попали под бомбежки и так далее, у которых было попадание в дом, они жили себе, никого не трогали. Когда, знаете, какое-то время у тебя в городе тишина полная, а потом вдруг резко начинаются, начинаются снова обстрелы. Вот резко, неожиданно, было затишье, 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 а потом резко снова начинаются обстрелы. И ты типа к ним не готов, как бы, да, я думала уже все нормально, может все наладится, да. Налаживается, правда, седьмой год уже, вот, уже семь лет, вот, осенью исполнятся наши войнушки. Вот. Налаживается уже седьмой год, правда, да, это самое. И не видно, я там у конца и края. Когда ты сидишь, я не знаю, всегда дома, и тут вдруг раз, обстрелы, попадания, бомбежки. Это страшно, это страшно. Это страшнее, чем вирус, который сейчас есть. Мне кажется, что после того, что мы пережили, вообще уже мало чего ты будешь бояться. Показаю, что на столе-то лежу какой-то, то ли что-то показалось. В общем, мне кажется, что после того, что мы пережили, и то, в каком дерьме мы жили все это время, мне кажется, что после этого мало чего ты будешь бояться. Дело не в том, что это, типа, ну, как это сказать? Что, типа, я не права, и я наружаю на беспеку своих ридных, да, как это по-русски. Но дело в том, что если я что-то делаю, я взрослая девочка, я знаю, что я делаю. Если я выхожу на улицу или иду куда-то, наверное, нам можно куда-то идти. Наверное, я могу выйти на улицу и куда-то пойти, без ваших соплей. Наверное, если бы у нас тут ходили и хватали нас за шкирку и говорили, а ну, пошла домой. Наверное, я бы пошла домой, наверное, я бы так не делала. Поэтому я сама прекрасно знаю, что я делаю и так далее и тому подобное. В общем, настроение у меня что-то не очень хорошее. Не очень у меня хорошее настроение. Не знаю, почему. Почему-то не хорошее у меня настроение. Почему-то мне не радостно, почему-то мне грустно, печально. Ну, вот тут нет настроения. Вот нет, вот прям вот, колотное чай оказывается на сердце. Не знаю. Вот нет настроения и все тут. Вот. Не знаю, не знаю, что еще сказать по всему этому поводу. Ну, как оно уже задрало. Знаете, когда ты приезжаешь из города, в котором война, в город, в котором коронавирус. Твою мать, это, блин, это какая-то жесть просто. Когда-нибудь это все закончится? Это какой-то апокалипсис или что? Когда-то это все закончится? Ух ты! Чур, я на самом верху. Смотрите, как я сейчас туда заберусь. Ладно, друзья мои? Спасибо, что покушали со мной весьма волшебную вкусную котлетку. Вот. Которую готовила я хозяюшкам. Что-то сегодня они не такие вкусные, как были вчера. Или я не такая голодная, как была вчера. Или просто настроение у меня говняное. Вот. Поэтому как-то оно... Или просто вчера, допустим, паста вчера была очень вкусная. Возможно, дело в этом. Возможно, вся причина именно в этом. Не знаю. Я не знаю. Какое-то странное у меня настроение. Надеюсь, меня скоро попустят и все будет нормально. Вот. Спасибо, друзья мои, что вы со мной покушали. Вот. До новых встреч. Заходите ко мне на Инстаграм. Пишите мне. Я не знаю. Можем пообщаться. Если кому-то интересно было бы пообщаться со мной вживую. Ну, как вживую. Переписочка. Я не отвечаю на видеозвонки. Так. На будущее я не отвечаю на видеозвонки от посторонних людей. Все, друзья мои. Пока-пока.